Добрый вечер! О главных событиях дня расскажем вам я, Заджимаханов, и сурдоперевод моего коллеги Марата Жумабекова. Смотрите в выпуске. Достояние нации. Сегодня 146 лет со дня рождения одного из основателей казахской государственности Алаш Орда и просветителя Ахмеда Байтурсунова. Все будет чисто. Победительница ярмарки социальных идей и проектов Талдыкурганка Ажар Кадралина открыла социальную прачечную. Как закалялся Талдыкурган? На следующей неделе в областном центре отключат горячую воду на 10 дней. Это вынужденная мера, связанная с завершающими ремонтными работами перед отопительным сезоном. Три года без урожая. Картофилеводы Кигенского района переживают трудные времена. Из-за разрушения поливного канала они чуть не остались без своей главной культуры. Однако руководство края пришло на помощь. Канал Кумтикей в Кигенском районе берет свое начало из реки Каркара. Раньше с помощью этой водной системы крестьяне орошали почти 5000 гектаров плодородных земель. Однако из-за весенних паводков в 2016 году река Каркара полностью смыла сооружение. Фермеры оказались в затруднительном положении. Своих средств восстановить канал у них нет. Безполивое выращивание картофеля становится делом неперспективным. На помощь пришло руководство области. Из бюджета выделено 33 миллиона тенге. Реконструкция с 4,5 километров сети почти полностью завершена. 600 гектаров земли вновь можно орошать. Остальные участки ждут своей очереди в ближайшие дни. Работы по восстановлению канала начали в июне этого года. Сейчас приостановили деятельность, так как людям нужна вода, хоть и в малом объеме. Думаю, в середине этого месяца завершим реконструкцию. Все к этому и идет. Для жителей канал Куткемей имеет огромное значение. Мы будем прилагать все усилия во благо населения. Один из пользователей канала Кумтикей – товарищество Каркарау Немдере. Они занимаются выращиванием картофельной культуры на площади в 75 гектаров. Для его полива они используют современный голландский растительный аппарат. Длиной в 300 метров он за сутки поливает до 30 гектаров. На каждый квадратный метр расходует 5 литров воды. Теперь с ремонтом канала снова появилась возможность заниматься любимым делом, говорит руководитель товарищества. В прошлом году воды для полива не было. Спасибо руководству края за деятельность в этом направлении. Ведь когда не было воды, кроме поля не знали, чем заняться. Заметив, в последние годы к сельскому хозяйству уделяется большое внимание. Это радует. Как отмечают специалисты, после завершения всех работ сельским хозяйством в этом регионе могут заниматься более 350 крестьянских хозяйств. Поэтому реконструкция канала – дело социально-экономической важности. Елеман Раенбеков, Аманжол Женкешев, телеканал ЖТСУ, Кигенский район. Близится очередной сезон санитарной очистки. Увы, рассчитывать на сознательность населения и чистоту окружающей среды не приходится. За лето вдоль дорог и других общественных мест вновь накопилось много мусора. Репортаж с Карасайского района. Автотрасса республиканского значения Алматы-Бишкек. Ежедневно здесь проезжают тысячи автомобилей и десятки автобусов. Территория вдоль дороги больше напоминает мусорный полигон. Всюду валяются пластиковые бутылки, пакеты, остатки еды. На сознательность населения надеяться не приходится. Люди ссорят, где попало. Похоже, за санитарной ситуацией никто не следит. Каждый день сотни людей оставляют за собой мусор, а за ними никто не убирает. Сотрудников местного Акимата мы здесь и вовсе не видим. Хотелось бы, чтобы следили за всей ситуацией. Сотрудники местного Акимата, оказывается, даже не знали, что у них под боком такая антисанитария. Однако заверили, что в ближайшие дни весь мусор уберут. Сейчас у нас есть специальная группа для проведения уборки на этой территории. В ближайшие же дни проведем здесь капитальную уборку. До вашего приезда они занимались вопросом благоустройства. Сейчас же мы все эти работы закончили. Заверяют чистоту для граждан, обеспечим в скором времени. Административный центр Карасайского района Каскелин сияет чистотой. По крайней мере, выездная дорога, ее окрестности не вызывают нареканий. Улицы также выглядят опрятными. Я сам живу в селе Жанна-Шамалган, но временно нахожусь здесь. И считаю, что кругом, где ты живешь, должны царить чистота и порядок. Призываю всех жителей придерживаться этого правила. Чистотой может похвастаться и территория вдоль автотрассы Алматы-Жандосова. Тут для уборки создана специальная рабочая группа, которая своевременно исполняет свои обязанности. Семь дней в неделю наша специальная рабочая группа выходит на рейд и проводит уборку вдоль трассы. Руководство района уделяет огромное внимание чистоте региона. С нашей стороны мы проводим разъяснительные работы. Но как бы мы ни старались, все же находятся те, кто нарушает порядок. За всеми уследить ведь невозможно. Село Кргаулда. Местное руководство уверяет, что мусор вывозится ежедневно. Однако, глядя на переполненные отходами контейнеры, начинаешь сомневаться в этом. Каждый день мы проводим уборку на территории. Мусор, который вы сейчас видите, собран всего лишь за один день. Сейчас все уберем. Примерно такая же картина и в остальных селах Карасайского района, расположенных вдоль трассы Алматы-Бишкек. Местные акиматы, видимо, ждут 15 сентября, когда начнется очередной период осенней санитарной очистки Алматинской области. По разнарядке сверху. Азадж Маханов, Аманжол Жонкешев, телекомпания «ЖТСУ» из Карасайского района. Победители ярмарки социальных идей и проектов 2018 года успешно продвигают свое дело. Одна из обладательниц гранта Талдыкурганка Ажар Кадралина недавно открыла социальную прочечную комнату. Работает она 5 дней в неделю с 9 утра до 5 вечера, оказывая услуги уязвимым слоям населения. Новая прачечная рассчитана для обслуживания малообеспеченных и многодетных семей, а также для людей с ограниченными возможностями. Установлены здесь три новых стиральных машин и одна сушилка. Отметим, в прошлом году автор проекта также участвовала в ярмарке социальных идей и выиграла грант на сумму полмиллиона тенге. На эти средства Ажар Кадралина купила швейные машинки для шития и реставрации одежды нуждающихся людей. Теперь два проекта успешно дополняют друг друга. Вещи, которые издают в общественное объединение «Жигер», стирают, реставрируют, гладят и отправляют в магазины все за спасибо. На будущее у нас трудоустроит женщин, имеющих инвалидность. В этом году мы планируем трудоустроить 12 человек, женщин с инвалидностью, потому что у нас работает ателье швейное. Сейчас будет работать прачечная, всем нужны рабочие силы. Одна из постоянных клиентов объединения «Жигер» – многодетная мать Ирина Латоскина. Ей 40 лет. Услышав о новой услуге, Талдкурганка сразу сдала на стирку и уже пришла за чистыми поглаженными вещами. Это большая помощь для нас, говорит Талдкурганка. Для нас, как мы многодетные и малые мужчины, это очень хорошо и очень удобно. Потому что нам купить такие машины не под силу. Спасибо нашей прачечной. Вещи я сдала вчера, сегодня уже пришла забрать. Они очень чистые, не жамканные. В принципе, очень хорошие вещи. Бесплатно получить услуги могут не только социально незащищенные слои населения, но также и иногородние студенты. Для всех остальных горожан обслуживание здесь за весьма символичную оплату. К слову, благодаря деятельности объединения Жигер постоянной работой обеспечено 8 человек. Пана Анитова, Нуржан Муканов, телеканал ЖТСУ, Талдкурган. В моногороде Текили открыли заведение питания и отдыха в рамках государственной программы по продуктивной занятости и массового предпринимательства. Строительство в Центральном парке начали в мае этого года. Знание с современным внешним и внутренним дизайном рассчитано на 150 человек. Его открытие помогло трудоустроить 15 местных жителей. Всего же по программе продуктивной занятости в Текили выделено 150 миллионов тенге. На сегодня реализуется 9 проектов на сумму 106 миллионов. Также в рамках проекта «Бастов Бизнес» прошли обучение 16 человек, которые в скором времени планируют начать свой бизнес. По словам предпринимателя, подобные государственные разработки помогают с уверенностью смотреть в будущее, быть полезным обществу и реализовывать себя. Мы обратились в палату предпринимателей, нам помогли, помогли написать бизнес-план, подсказали, куда нужно обратиться, в какой банк, все, как, что, помогли собрать документы. Благотворительная общереспубликанская акция «Дорога в школу» продолжается. На этот раз депутаты областного Маслихата Мухит Умбетов и Алибек Сарсенов вручили школьные принадлежности ребятам из Карасайского района. Подарки получили 40 детей из малообеспеченных и многодетных семей. Как отмечают организаторы, будущие страны в руках молодежи. Поэтому важно создавать им комфортные условия для получения образования, подчеркивают народные избранники. К слову, акция по поддержке учеников продлится до конца сентября. Принять в ней участие может каждый. У казахов есть пословица «Если хочешь сделать доброе дело, сделай его детям». Надеюсь, этой акцией мы сможем как можно больше людей включить в ряды добродетелей. Такие акции мы проводим систематически. Также это помогает привить детям чувство патриотизма и любви к родине. Я жительница села Труар, мать семерых детей. Спасибо большое организаторам. Эта помощь очень ощутима. Ведь в начале учебного сезона в таких подарках много кто нуждается. Скопать огород, нарубить дрова, почистить двор от сухостоя. Все это под силу добровольным помощникам. Под опекой отряда тимуровцев, ветераны войны, инвалиды, одинокие пенсионеры. Ежемесячно они получают всю необходимую помощь по дому. На этот раз доброе дело молодежь приурочила к Дню Талдыкургана. К жительнице села Еркен Раи Мамбетово часто наведывается отряд добровольных помощников. Зимой убирают снег, а летом чистят двор от сухостоя и рубят дрова. Инвалиду первой группы тяжело одной справляться по хозяйству. К тому же единственная дочь тоже имеет инвалидность. Благозаботой их окружает молодежь. При первом звонке они спешат на помощь, делится хозяйка дома. У нас нет родственников и знакомых, чтобы помогали. Но спасибо большое молодежи, они всегда откликаются. Очень много добрых людей, помогают и продуктами. Кто-то уголь покупает. Сама я ветеран труда, 35 лет работала дояркой. К сожалению, сейчас нет здоровья. Плохое зрение. Спасибо добрым людям. Главная задача тимуровцев – помочь одиноким пенсионерам, ветеранам и просто нуждающимся людям. Адреса берут в Управлении координации и социальных программ. Ряды добровольных помощников только растут. Сегодня пять отрядов готовы прийти на помощь нуждающимся. Всю работу они выполняют за спасибо. Слава благодарности они получили от Нины Кондратенко. Ребята дружно выкопали картошку. В преддверии Дня города Талткурган мы организовали акцию «Мирем дежурек». Но стоит отметить, что это не разовое мероприятие. Два раза в месяц мы ходим помогать по хозяйству пенсионерам и ветеранам. Это в первую очередь способствует патриотическому воспитанию молодежи, формирует глубокое уважение к старшим. По словам организаторов, в списке добрых дел приуроченных Дню города – помощь многодетным семьям. Спонсоры – оденутые обои к зиме детей. Асим Кощугов, уважаю Курманбаев, телеканал ЖТСО. Пожалуй, самый теплый праздник – День семьи – отмечают казахстанцы во второе воскресенье сентября. Эта дата была введена пять лет назад указом главы государства. Она призвана укреплять институт брака и пропагандировать традиционные семейные ценности. По-особенному встречают этот праздник воспитанники Центра дневного пребывания «Байтирек» в Талткургане. Здесь прошел настоящий семейный конкурс «Миреля от Паса», где и дети, и родители смогли проявить все свои таланты. Центр дневного пребывания «Байтирек» на сегодня посещают 115 ребят. Несмотря на сложные диагнозы, на праздники практически каждый из них смогли снуть талантов. Все это – заслуга профессиональной помощи специалистов Центра, а также упорство родителей, уверенно собравшиеся. А потому праздник образцовой семьи для всех них более чем символичен. Где-то четыре года сюда ходим. Я очень благодарна этому центру. Пожелала бы, чтобы побольше были сотрудники такие хорошие. Раньше у меня ребенок не мог ходить, даже ползать, сидеть. Благодаря нашим сотрудникам «Байтирек» он уже у меня бегает. Бог даст. Первый класс, надеюсь, сам пойдет. Всего по области действует 12 подобных центров оказания специализированных услуг. Уже в октябре, рассказали в Управлении координации занятости социальных программ, ожидается открытие еще одного в Волокольском районе. В реабилитационном центре «Байтирек» предоставляют почти десяток видов специальных услуг. Самое важное из них – социализация. Причем для всей семьи. Ведь зачастую детям с инвалидностью и их родителям приходится оставаться наедине со своими проблемами. Здесь же ребята имеют возможность для всестороннего развития. Социально-педагогические, социально-бытовые, социально-трудовые, социально-психологические, социально-экономические, социально-правовые услуги. Ряд комплексов, медицинские услуги. Полностью для прививания навыков определенных для детей. В рамках государственного частного партнерства будем дополнительно осматривать возможности открытия таких центров. Такие центры дают возможность родителям, допустим, в рабочие дни оставить ребенка и заниматься в то же время своими, то есть занятостью, то есть трудоустроиться родителям. Конкурс «Мериле-Отбасе» прошел в трех номинациях. Семьи рассказали о себе, представили творческий номер, а также коллективно отвечали на вопросы жюри. По общему решению победителями были признаны все участники. Они получили ценные подарки от Управления занятости, а также от гостей Талдыкурганской мечети и Нур-Утановцев. Самое главное, говорят организаторы, показать, что любовь и сплоченность семьи способны преодолеть любые трудности. А в этом каждая семья здесь настоящий пример. Сегодня 146 лет со дня рождения легендарной личности, одного из основателей партии «Алаш» и казахской государственности «Алаш-Орда», общественного деятеля, просветителя, литературоведа, тюрколога, поэта и переводчика Ахмета Байтурсынова. Постановлением премьер-министра Бакаджана Сагентаева еще в прошлом году было принято решение установить 5 сентября Днем языков. В Талдыкурганском дворце школьников в честь этой даты по инициативе Управления по развитию языков Алматинской области организовали праздничный концерт. Местные творческие коллективы также продемонстрировали театральную постановку, посвященную исторической значимости государственного языка. В завершении мероприятия прошла церемония награждения граждан, внесших вклад в развитие и продвижение государственного языка, а также в популяризацию трехязычия. Напомним, ранее День языков отмечался каждое третье воскресенье сентября. В первую очередь, конечно, хотелось бы поздравить с этим праздником все население нашей страны. Этот праздник в очередной раз показывает, насколько толерантна, дружна и едина наша страна. Все мы имеем сегодня право выбора изучения любого из языков. И это все благодаря политике нашего уважаемого президента. Я хочу пожелать нашей стране работать в том же направлении, чтобы мы все жили в мире, в согласии, в дружбе. В будущем у нас запланировано очень много мероприятий. Одно из них пройдет в октябре. Мы планируем провести конференцию, посвященную латинскому алфавиту. Для обсуждения будут приглашены множество экспертов и специалистов. Также мы будем усиленно работать в реализации программы главы государства Рухани Жангру. В целом тем для обсуждения у нас множество, так что все это будем анализировать и прорабатывать. Язык мой, друг мой. В Талдыкургане прошел областной этап традиционного конкурса Тель-Парасад. В ежегодном состязании в этом году приняли участие 17 человек в возрасте от 17 до 22 лет. Как отмечают организаторы, конкурсы подобного рода прежде всего направлены на развитие казахского языка среди молодежи разных этносов. Конкурс состоял из трех этапов. Устная самопрезентация, творческое задание и эссе. По итогам всех туров пальма первенства досталась Александре Михееве, которой теперь предстоит защитить честь Алматинской области уже на республиканском конкурсе. Когда я узнала, что в районе пройдет конкурс Тель-Парасад, я сразу же подала заявку на участие. Для себя, как для представителя другой национальности, я хотела доказать обществу, что я хочу и стараюсь говорить на государственном языке. Ведь я живу и родилась в Казахстане. И в будущем мечтаю говорить на казахском, как на своем родном. Обзор событий в мире, подготовленный по данным зарубежных интернет-ресурсов, продолжит выпуск. Не дня без премьер. На юбилейном 75-м Венецианском кинофестивале в борьбу за золотого льва вступает Джулиан Шнабель. Американский режиссер представил биографическую ленту «Ван Гог на пороге вечности». Сходство этих кадров из фильма со знаменитым автопортретом с перевязанным мухом и трубкой впечатлило зрителей и кинокритиков. Великий художник, раненый зверь, терзаемый душевными муками и одиночеством, находящий утешение в бесконечном поиске красоты. Образ Ван Гога на экране воплотил знаменитый актер Уильям Дефо. Ван Гог на пороге вечности – это своеобразный кинопортрет художника и, по утверждениям автора, философское повествование о его творчестве. Помимо киноленты Шнабеля, на главную награду кинофорума претендует еще 20 фильмов. Обладатели «Золотого льва» станут известны 8 сентября. Во Франции со следующего года подоходный налог будет удерживаться с граждан непосредственно при выплате зарплаты, а не год спустя, как это было до сих пор. Об этом заявил премьер-министр страны Эдуард Филипп на фоне сообщений о возникших технических сложностях. Между тем, многие опасаются возможного психологического эффекта реформы, поскольку зарплата, поступающая трудящимся на счет, станет заметно меньше. Кроме того, еще не все компании привели свои бухгалтерские программы в соответствии с новыми требованиями и не исключены технические сбои. Мадридский «Реал» готов заплатить 200 миллионов евро за нападающего атлетика Антуана Гризмана. Сообщается, что президент «Реала» Флореттино Перес лично вступил с инициативой по приобретению 27-летнего французского футболиста. Ожидается, что Гризман станет заменой португальскому форварду Криштиану Роналду, который покинул стан сливочных минувшим летом и присоединился к туринскому Ювентусу. Ранее Гризман неоднократно заявил, что намерен продолжить выступление в мадридском атлетике и не намерен покидать команду. Информацию подготовил Ануар Амангельдинов по материалам интернет-ресурсов. Из-за неблагоприятных погодных условий уборочная кампания в стране может затянуться до третьей декады октября. Об этом сообщают в Министерстве сельского хозяйства. В этом году казахстанские фермеры засеяли пшеницу на 15 миллионах гектарах земли. А к началу сентября убрана лишь шестая часть урожая. Продолжение темы в обзоре республиканских новостей. Если в южной части уборочная кампания уже завершается, то главные житницы страны – Североказахстанская, Костанайская и Акмолинская области – только к ней приступают. По словам экспертов, главной помехой для фермеров стали затяжные дожди. Год назад к этому периоду урожая было собрано в два раза больше. Эксперты отмечают, что несмотря на неблагоприятные погодные условия, урожай на зерна повышена. В целом воловой сбор составит более 20 миллионов тонн. Перинатальный центр номер один в Астане будет реорганизован. После скандального случая, когда в течение короткого промежутка времени там скончались сразу четыре роженицы, в медучреждении была проведена комплексная проверка. По информации Управления здравоохранения Астаны, руководством столицы принято решение о слиянии роддома и городской больницы номер два. Согласно международному опыту, родовспомогательные учреждения работают эффективно там, где находятся в составе многопрофильных медицинских стационаров. Реорганизация пройдет в течение месяца. Весь этот период родильное учреждение будет работать в обычном режиме. Казахстан приступил к экспорту бензина. Первая партия светлых сортов в объеме 50 тысяч тонн уже отправилась в соседний Кыргызстан. Дальше рынок поставок будет только расширяться. Внутренняя потребность Казахстана – это примерно 9,5 миллионов тонн светлых нефтепродуктов. В этом месяце, после завершения модернизации шимкенского и атураусского заводов, республика увеличит объемы производства бензина и дизельного топлива экологического стандарта К4. Кроме того, в стране запланировано строительство четвертого нефтезавода. Обзор подготовлен Диной Боранбаевой по материалам интернет-ресурсов. Закаляться всем. На следующей неделе в Талдыкургане будет отключена горячая вода на 10 дней. Как рассказали представители Талдыкурган-теплосервиса, такая мера связана с профилактическими работами, проводимыми перед началом отопительного сезона, который стартует с 15 октября. По заверениям ответственных лиц в настоящее время, в областном центре полностью отремонтировано более 5 километров тепловых сетей. В целом около 80% всех запланированных работ выполнено. Всего на балансе Талдыкурган-теплосервиса числится порядка 750 многоэтажных домов, а также более 1000 частных дворов. Брать не количеством, а качеством. Отбор желающих вступить в ряды Нур-Утана станет более тщательным. С таким заявлением выступили представители Алматинского областного филиала партии большинства. Одним из самых обсуждаемых на недавно прошедшем первом региональном форуме в Шемкенте стал вопрос формирования качественного партийного резерва, рассказали нур-Утановцы. Для эффективности работы в этом направлении разработан ряд критериев, пройдя которые, любой желающий сможет стать частью Нур-Утана. Также особое внимание участников мероприятия было уделено реализации 22 новых партийных проектов. Они направлены на повышение цифровой грамотности населения, развитие малого и среднего бизнеса, а также внедрение трехязычия. Как подытожили спикер, в целом первый региональный форум первичных организаций прошел на высоком уровне. От ЖТСУСКОГО КРАЯ участие в нем приняли более 60 делегатов. Всего форум собрал свыше 250 человек. Основная цель первого регионального форума первичных партийных организаций обсуждения всех важнейших вопросов, которые будут способствовать развитию и продвижению партии. Одной из остро обсуждаемых тем стала реализация проекта «Цифровая партия», направленной на цифровизацию всей деятельности главной политической силы страны. Для того, чтобы быть с лидерами, нам нужно шагать в ногу со временем. В целом аналогичные форумы пройдут в трех регионах республики. Это на севере, востоке и западе. Республиканский форум пройдет в октябре. На него от нашей области отправится 20 человек. Выставка картин художников в ЖТСУ прошла в галерее Талткургана. В честь Дня города здесь выставлены различные работы от пейзажей до портретов, исторически значимых личностей. Первыми ценителями высокого искусства стали учащиеся местных школ. Особый восторг у них вызвали творчество художников Муратхана Абдельдаева и Харлыга Шашалабаева. Немало было произведений и начинающих авторов. Также в галерее презентовали еще одну новую выставку. Почти 40 картин об Астане и независимости страны стали украшением Центра искусства. Фернисаж организован городским акиматом. Благодаря этой выставке я узнал многое о картинах. Раньше я не обращал внимания на такие выставки. Со временем, когда начал посещать, понял, это помогает развивать кругозор и творческие навыки. Спасибо организаторам. Думаю, чем больше детей будут посещать выставки, тем больше наше общество станет культурно просвещенным. Акиматов Алматинской области Торжественная встреча, цветы и овации, добрые слова и поздравления. Все это для девушки Режбаевой. Многократная победительница крупнейших международных стартов на этот раз завоевала самую престижную на сегодняшний день награду в своей жизни. Ведь азиатские игры считаются на нашем континенте малыми олимпийскими. Проводятся они один раз в четыре года и собирают свои ряды лучших из лучших, самых опытных, титулованных, талантливых и перспективных представителей различных видов спорта. Дильдаш – многократный призер чемпионатов мира, двукратная чемпионка Азии, чемпионка азиады в закрытых помещениях по боевым искусствам 2017 года. Победа на азиатских играх – это заслуга прежде всего самой спортсменки. Думаю, что такими темпами она завоюет медаль и на главных стартах четырехлетия – Олимпийских играх в Токио. Свою отличную физическую форму, тактическое мастерство, а также чемпионский характер, напор и силу воли Дильдаш продемонстрировала с самого начала своего выступления в весовой категории до 68 килограммов. Уверенную победу мастер спорта международного класса одержала во всех предварительных встречах. В финале турнира она не оставила ни одного шанса на победу своей основной сопернице из Узбекистана – Нилуфар Давлетовой. Выиграв по очкам со счетом 3-0. Такая торжественная встреча имеет особое значение для каждого спортсмена. Спасибо большое всем, кто болел за мою дочь, переживал за нее, поддерживал в трудную минуту. Я благодарна нашему личному тренеру за то, что он научил Дильдаш бороться и побеждать. Азиатские игры сборная Казахстана завершила на девятом месте с 76 медалями, 15 из которых высшие пробы. Тройки лидеров игр по количеству наград оказались – Китай, Япония и Южная Корея. Лилия Штогрина, Ебол, Атантелов, телеканал ЖТСУ. Такой была информационная картина этого дня. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин